Поэтому, как бы, Сантропе стал топ одним проектом вообще в GTA Sampi и в данном мониторинге. Это не какой-то дурачок, загружает там несколько раз игру, и тем самым он досит вот этот вот весь проект. Гражданско-правовая или там, ну, вряд ли административная. В общем-то, какая-то это, в общем-то, ответственность. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Не прошло и двух дней с того момента, как Блэк Раша в мобильном сегменте стала номер один. Как вдруг её начали дудосить, у неё начал падать онлайн, и вообще непонятно, что с ней происходит. Давайте в этом ролике попробуем немного во всём этом разобраться, предположить, а кто может дудосить Блэк Рашу, что вообще может за всем этим стоять, кто вообще может за всем этим стоять, и вообще, что ждать дальше игрокам вот этого самого проекта в GTA CRMP на вот ваш мобильный телефон Android, ни iOS, ни что-то такое прочее. Ну ладно, ладно, давайте начнём вообще издалека. Блэк Раш — это такой, знаете, мобильный CRMP, вот этот вот весь проект, который там уже, ну, достаточно давно обосновался, при этом абсолютно точно непонятно, откуда он взялся. То есть не было никакого проекта, не было, не было, не было, не было, и тут он появляется, и тут он топ-1 в GTA CRMP. Вообще, в общем, вот этот вот сам GTA для Android, он, типа, был там на втором, там на третьем месте, на каком-то таком месте он был, а после с Antropé, то есть с Antropé, он был вот самый первый проект в GTA Samp на Android, а так как весь мониторинг GTA Samp серверов в группе Live Mobile происходит, а так сказать, ну, со всех вот этих вот серверов, и GTA Samp, и GTA CRMP, и, возможно, там какие-то вот эти вот все прочие вещи, но ладно, ладно, на это всё мы, разумеется, забьём. Поэтому, как бы, с Antropé стал топ-1 проектом вообще в GTA Samp и в данном мониторинге. И вот, когда Блэк Раша выпускает своё глобальное, своё вот это вот мощное обновление, на которое там уже многие сделали свои вот эти вот обзоры, там рассказали, что вот, а Блэк Раша сделала то, Блэк Раша сделала это, а после этого выпускает своё обновление Барвиха Руллиплей, и тут же с Antropé и Барвиха становятся топ-1 и топ-2, соответственно. И вот сейчас, спустя там 2-3 дня, я захожу в этот самый мониторинг Live Mobile, и что я вижу? Вижу я то, что Блэк Раша самая последняя в топе. То есть её обогнал даже Aries, Aries Руллиплей и Luxury Руллиплей. Что это вообще за сервера? Что это вообще за проекты? Кто ими руководит? Мне непонятно. И из постов с данного журнала, с данного паблика, с данных вот этих вот всех вещей, мы можем знать, что Блэк Рашу дудосят. И непонятно, когда всё это пройдёт, потому что, видимо, дудосы, они какие-то, значит, сильные, они какие-то, значит, ну, значительные. Это не какой-то дурачок загружает там несколько раз игру, и тем самым он досит вот этот вот весь проект. Нет, это вот такой, знаете ли, конкретный дудос проекта, мобильного, ГТА КРМПшного и так далее. И вообще, многие, ну, некоторые, или, возможно, вообще никто, начали предполагать, что вот, знаете ли, ну, типа, возможно, с Антропе дудосят конкурентов, потому что им стало обидно, мол, Блэк Раша там начали вот всё вот это вот делать, типа, ну, вот так вот, типа, ну, непонятно. И вообще, как сама вот эта вот Блэк Раша заявляет, их начали дудосить уже с выпуска их вот этого глобального нового обновления. И поэтому, ну, как бы, тут список подозреваемых-то он большой, то есть даже если мы взглянем на весь этот мониторинг ГТА САМП серверов и ГТА КРМП серверов, то, ну, дудос выгоден абсолютно каждому, абсолютно каждому серверу в этом списке, и, возможно, серверам, которые там, знаете ли, на доработке, и, возможно, серверам, которые ещё даже не открылись, хотя это, конечно же, сомнительно, зачем им нужен будет дудос вот таких вот всех, а проектов других, но ладно. Но одно можно сказать точно, дудос такого типа, вот прям, чтобы серверак вообще не мог вставать, он стоит денег, и причём немалых таких денег, как бы, ну, немаленьких. И откуда, допустим, у начинающих проектов, вот эти вот, которые там находятся в самом конце списка, по типу САМП Мобайл, или там Ариэс Рулли Плей, или там Лукс Шурил, Лакс Рилл и так далее Рулли Плей, тоже типа, ну, не пооткуда вообще у них такие деньги, ну, в самом деле. То есть, ну, потому что даже если у тебя есть знакомый хакер, дудосер, вот все вот это, вот прочий человек из всей этой индустрии, ну, то есть вряд ли он захочет за бесплатно тебе как-то помогать и вообще рисковать, потому что дудос это по сути, по сути уголовная ответственность, ну, или там гражданско-правовая, или там, ну, вряд ли административная, ну, в общем-то, какая-то это, в общем-то, ответственность. И вообще так рисковать, ради чего, и, то есть, ну, такой мощный, вот я вам говорю, я сижу на вот этой вот ценной страничке Live Mobile, обновляю всю эту страничку ноль. Просто, ну, то есть, минус 100% вот онлайна. Ну, такое разве было? Ну, такого не бывает, это только вот именно дудос. И вообще сама Black Rush не отрицает, что дудосы вообще в 6 часов вечера, в 6 часов дня, в 6 часов всех прочих вот этих вот вещей должно выйти такое, знаете, одно большое интервью с Black Rush'а, и, то есть, ну, они, возможно, кого-то в своем вот этом вот сам дудосе обвинят. Многие могут думать, что это Сантропе, что это Барвиха, что они, типа, захотели вот так вот закрепиться, но без пруфов как-то говорить, ну, типа, ну, такое. Единственное, что круг подозреваемых его сразу можно, так знаете, снизить, так, сузить, потому что, ну, типа, у маленьких проектов вряд ли найдутся деньги для того, чтобы дудосить такой большой проект. Да и тем более, почему, если у маленьких проектов есть деньги на дудос, почему они до сих пор не задудосили там какой-нибудь Сантропе и вот всё-всё-всё прочее? Ну, это пиздец. И я могу понять, примерно представить, что чувствуют люди, которые задонатили, допустим, на Black Rush'у и сейчас не могут на неё зайти, но это пиздец. Будем надеяться, что у чуваков всё будет нормально, будем надеяться, что завтра я уже запишу ролик о том, что Black Rush'а, она встала на место и вообще там обогнала всех по онлайну, всё опять-таки сделала, и всё у неё как бы замечательно, круто и вообще замечательно. Вот, поэтому всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Заходите на Arizona Ruliply Phoenix по IP-шнику в описании, подписывайтесь на мой телекрам-канал по ссылочке в описании и делайте все прочие вещи для того, чтобы у вас всё было хорошо, классно и вообще включайте колокольчик на канале. Да, вот, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова